Баттерфляй. Он от слова бабочка, то есть по-английски получается потерфляй. Просто баттерфляй. Ножки как ножницы, как во всех стилях. Ну, брас это вот так, как лягушка, а кроль это вот так, а мой любимый это на спине. Там, значит, вот так, вот так, вот так. Ой, моя девочка, вот так вот и плыви к своей судьбе, к своему счастью, к своему любимому. Ой, ваши слова бы до богу в уши. Здравствуйте, я Лариса Гузеева в эфире «Давай поженимся». Привет, девчонки. Вот честно, вам приходилось когда-нибудь спасать человеческую жизнь? Нет. Нет, а вот для нашей невесты сегодняшней это ежедневная работа. Но наша задача сегодня – спасти ее от одиночества. А помогут нам в этом романтичный Николай, благородный Александр и поэтичный Магомед. Ну, невесту, давайте встречать. Здравствуйте, меня зовут Ольга, мне 51 год и вы мой последний шанс. Проходите. Ольга, 51 год. Познакомилась на пляже с сотрудником зоопарка. За 4 года отношений с ним узнала, что такое настоящее животное страсть и патологическая человеческая жадность. Ольга в прошлом телохранитель. Сейчас работает матросом-спасателем в Сочи. Состоит в обществе охотников и рыболовов. Считает, что в хозяйстве ей нет равных. Предупреждает, что мечтает о свадьбе с белым платьем и венчанием. Для Ольги идеал мужчины Николай Валуев, но так как он уже занят, готова создать своего супергероя из любого, кто на это согласится. Не могу представить себе, что вот такая красивая женственная барышня и вдруг матрос-спасатель. Как вам это удается? Ну, это сделать нетрудно. Нужно просто поступить в МЧС, закончить курсы матроса-спасателя, хорошо плавать, а вас тоже возьмут на работу. Скажите, а почему вы так расстроились, услышав то, что ваше дело Валуев? Ну, вообще этот коллаж для меня был сюрпризом. Я не знала, что про меня так расскажут хорошо. На самом деле, очень жестокий у меня характер и домашняя кличка у меня жандарм. Опаньки, какая у нас искренняя невеста. Нет, это действительно прекрасно, что такая искренность сразу проявляется, потому что я планировала сказать что-то в этом роде, но только помягче. Слушай, интересно Лешина, Леша, очень интересно. Ну, охота за мужчинами, это не ваша, по-моему, стезя, да? Нет, они, у меня очень много в моем окружении мужчин, просто мне никто не нравится. А что в них не нравится? Ну, может быть, от мамы передалось. Мама тоже всю жизнь искала высокого. Так и не нашла. Послушайте, я в 18 лет любила высоких, в 23 я любила талантливых, в 28 умных. Ну, как-то ты же эволюционируешь, а уже в 50 надо, ну, как-то, да, но уже не про рост, мне кажется, надо проживать. А вдруг другие женихи еще выше, представляешь? Есть. Еще выше. Знаешь, у тебя будет хорошая конкуренция. Ну, смотрите, спасая мужчин на пляже, у вас никогда с ними не завязывалось отношение, потому что это же так романтично. Она спасла мне жизнь, дети. И вот сегодня мы празднуем 45-ю годовщину. Ну, к сожалению, приходилось. Мне спасать мужчин это было двое. Они оба оказались женатыми. Какая задача. Надо было кольцо, сразу спрашивать. А вот специфика вашей профессии. Вот вы, допустим, спасаете мужчину. Там же у вас искусственное дыхание. Конечно. В виде поцелуя страстного. И просто он открывает глаза, и над ним как будто ангел склонился. Это так романтично. И дальше продолжение. Скорую увозят? Обязательно. И нужно вызвать скорую непростую, обязательно реанимационную. Вообще, спасение людей по инструкции, это довольно, вот по инструкции, довольно комически и анекдотично. Но, к сожалению, мы должны следовать инструкциям. Да, это очень романтично. Вот вы подплываете, видите, что с человеком беда. Сначала я должна убедиться, действительно ли с ним беда, или он просто балуется. Для этого я должна ему задать адекватный вопрос и подождать адекватного ответа. Почему? А если уже у него синие губы, и он просто под водой дольше, чем за воздухом выплывает? Значит, я подплываю к нему сзади, беру его за что-нибудь сзади, что у него есть. Если есть волосы, волосы. Можно шею. А если он пасет, что он вас ко дну потянет? Вот. Поэтому я жду от него адекватного ответа на свой адекватный вопрос. Если я адекватного ответа не дожидаюсь... Какой адекватный вопрос, ответ, если он тонет? Она ему сколько будет? 555 умножить 839. Примерно так, да. Ну как, ну это же... Почему? Я объясню. Это очень важно. Это не смешно. А он говорит, спасали! Ты что, не верила? Вот это вот так. Я могу объяснить, почему так. Потому что если он уже не в адеквате, к нему подплывать спереди нельзя. Потому что он в страхе схватится, и мы вместе пойдем на дно. Он может как клещами схватить, что мне никак. Все. Поэтому таких со спины. А если человек балуется просто, то задал... Нет, а если он адекватный по кумпулу? Да, вот. Это одно из условий. То есть если он, как сказать, его нужно спасать, но он не дает к нему подплыть спереди, сзади. Я его должен вырубить. А кулачок у вас похоже такой, натренированный. Кулачок нормальный. Проблема в том, что в воде невозможно размахнуться. Вода не дает размахнуться. И чем обычно глушите? Ну, я придушиваю чуть-чуть. Молодец, хорошо. Придушила, так и смотрю. Очень интересно было бы спасать. А откуда появился у вас работник зоопарка? Случилось все на пляже. Он был высокий. И немножко на Валуево похож. Моя девочка. Когда начали разговаривать, он еще и заикается. А это сразу жалость. Ну да. Ну, а жалость это половина любви, я думаю. Конечно. А что за профессия у него? Ой, у него такая экзотическая профессия, которой он очень гордится, а я не очень. Он убирает в зоопарке за крупными, самыми крупными животными. И он их всегда и при знакомстве перечислял, и сейчас вот если разговаривает, он всегда перечисляет по пальцам. Слон, гиппопотам, лошади Прижевальского, ослики и носорог. Ну, не может человек без авиации. Ну, что вы здесь делаете? Ну, мне кажется, что она зациклена на высоких парнях. Вот. И если сравнивать меня с Валоем, это как небо и земля. Ну, вас же прямо накрылась головой вот эта страсть. Ну, это уже прошло как-то. Годы-то они же лечат. А сколько в общей сложности с ним? Четыре года. За четыре года было восемь встреч. Но мужчина был, наверное, да? Как вспомнишь так. Как мужчина вообще никакой. А как просто спутник вот привлекательный. А зачем тогда он узнал? А что с него тогда? Какой навар-то был? Ну, споршивые овцы хоть шерсть и клок. Я думаю, что мы найдем что-то общее. Может быть, чтение тех же стихов. У нас потрясающая, Лариса, невеста. Вот я прям как вас хвалят за то, что на вашем участке не тонут. А я вас хвалю как сваха. Почему? Потому что вы единственная пока невеста. Но пример подадите многим. Вы принесли все. Значит, смотрите. Выписка из домовой книги. Справка. Охотничий билет. Документ наношения оружия. Удостоверение частного охранника. Там диплом мы видим еще. Диплом. Ну, это уже так не значит еще ничего. Так что вот как работать легко. Оль, скажите, а работать больше не хочется или продолжаете работать? Нет, я работать буду, конечно. Мне еще до пенсии далеко. Ну, макияж мощный у нее, конечно. Скажите, а вот в богатую семью охранникам детей пошли бы? Была. Очень мне нравилось. Фамилию называть не буду. Не надо. Ну, охраняла новую жену, нового русского. Там была старая жена с пятью дочерьми. А это была новая с двумя маленькими мальчиками. Очень мне нравилось. Я ездила и с ней, и с ребятишками, и с няней, как бы. Мне очень нравилось. А что? А там возрастной ценз. Там нужны спортсменки до сорока лет. Дальше все. Как же. А вы тогда как же к старой жене? Я думаю, там возрастной ценз не особо. Катя, кому нужна, да? Кто на нее базарится? Нет, у него у каждой жены была охранник. Ну, мы тоже. И стреляем, и поем. И Пашем. А? Жнем. И Пашем, да. И Филим. Оль, вы молодая женщина, младшей Розы. Муравейшники. Нет. Нет, вы младшая. Выглядите восхитительно. Вы с таким чувством юмора, с тончайшим. Ну, то, что я обожаю, и это большая редкость для женщины. Скажите, пожалуйста, а одной не лучше жить, не проще? Встретила кого-нибудь там, поразвлекалась какое-то время, а потом опять в чистенькую кровать. Никто тебе ковры не вытаптывает, посуду твою не надкусывает. Понимаешь, ложки не сгибает. Никакая ложка приживальского денег с тебя и желтого белье не мнет. Да и абсолютно. И получка всегда с авансом на месте. Где-нибудь встретилась с ним на нейтральной территории, а потом пришла домой, душик приняла. А у меня почему-то отвращение вот к этому. Я этим не занималась даже в молодости. А представляете, вот вы давно одна? Да. Когда человек живет один, это неправильно. Вы же адекватный человек, вы же не бредите уже в 51 год встретить точную копию Валуева. Конечно нет. Таких, как он, больше нет. Что вы? А возраст какой? Ну, возраст, если верить вот научным всяким терминам, муж должен быть на 12 лет старше жены. Да. Вам на кой старше? Это я прочитала вот в газете. Да вы что, вы такая динамичная. Вот. Я думаю, что вам мужчина 65 лет не нужен абсолютно. Нет, 63. А у нас был, между прочим, один дед 103 года, паспорт здесь показывал. Не видели эту программу? Нет, а он высокий? Нет. Честно говоря. Моя птичка. Бывает и женщина старше, очаровательная. Ну, вообще с вами тяжело. Вот вы же познакомились с молодым человеком, он пригласил вас к себе на дачу, а вы сказали, только не приставай. Ну, он не стал к вам приставать, к вам попристаешь. Если бы он все-таки начал приставать к вам. Так она для этого ему сказала, только не приставай. Нет. Она ему как бы подвела к этому. Я не такая. Да. Мы договорились, что когда я сама захочу, тогда будет. Он сказал, ладно, я подожду. На это я ему ответила, долго ждать тебе придется. А вот на сайте двое.тв настоящие мужчины. А еще вам не нравится, когда мужчина в кресле сидит некрасиво, развалившись, да? Не нравится. А как нам? А тоже как солдат? Как в армии? Чтобы спинка прямая всегда была. Вот как вы сейчас. Моя дорогая. Так, ну а что ты не пытаешься по поводу денег? Так а что я все знаю? Вот она все подготовила и все в курсе. Мне кажется, ей надо спуститься на грешную землю. Балую их мало очень. Я приготовила специально для вас, поскольку вы женщина такой незаурядной профессии, вымпелы морского международного свода сигналов. Хочу понять, какой сигнал вы подадите нашим женихам сегодня и какой сигнал они будут втайне от всех в душе нести. Выбирайте любой. Ну вот по душе мне вот этот вот, но я боюсь, что я обижу, правильно? А чего, прям что глянулось? Нет, прям что понравилось, то выбирайте. Вот такой, синий-желтый. Мне нужен лоцман, говорит этот сигнал. Нет, она метнулась сначала крестико. А тогда еще мне требуется помощь. А, ну вот. И что изначает вот это? Ну представь, мне нужен лоцман и мне требуется помощь. Это значит, что в душе, конечно, вам нужен мужчина, который вас поведет за собой. Вам нужен мужчина, который укажет на мели в бурном море жизни. Ну и, конечно, вы надеетесь на помощь со стороны мужчины какую-то. А я как раз и пилю, и строгаю, и сверлю, и гвозди забиваю. Уже стихами началось. Роза, что? Ну что могу сказать? Понятно, что Оленька у нас голодная, а это самое страшное состояние, потому что вот искать мужчину, как я все время говорю, надо с позиции выбора. То есть нельзя голодный ходить в магазин, возьмете первое, что попало, чтобы утолить голод. Вот сегодня будут следить за тем, чтобы она не схватила. А бы что? Вот только бы насытятся. Мне кажется, ее возбудит массаж. Вы все про себя знаете, понимаете. И мужчина вам нужен достойный, стабильный, чтобы не было за него стыдно, чтобы вы могли гордиться. А мой-то, мой-то сегодня. Ну все, мальчишки, я побежала. И чтобы он стоял где-то на пригорке с букетиком цветов. Конечно, вам нужен мужчина стабильный, но и с элементами романтики, обязательно. Ох, Ольга, женщина, которой палец в рот не клади уж, так если честно. Вы натура боевая, задиристая, активная, решительная. Ну, наверное, это неплохо, а как еще выжить? Единственное, что человек вы обидчивый. И, к сожалению, полностью ни одним мужчиной до конца не будете довольны. Всегда что-то найдется в вашем отношении к мужчине, что будет вас саму не устраивать. Вот если вы поборете в себе такой ложный критицизм, когда, ну нет, ты, конечно, сегодня вынес ведро, в магазин сходил, ну давай еще шторы прибей, когда он уже на последнем издыхании после работы. Но я говорю, конечно, условно, не обязательно в бытовой сфере. Не требуйте всего и сразу. Потому что вы человек из Сирии, либо все, либо ничего. Вот всего сразу не нужно. А когда с мужчиной меньше требуешь, ну, умеренно требуешь, они с радостью это дают. Она сейчас одна, и поэтому смечется как... Через несколько минут состоится первое знакомство. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас тут две Ольга. Встречайте первого жениха. АПЛОДИСМЕНТЫ Не знал я, как тебя зовут. Какая ты? И вот начало. В любимой передаче с тобой мы тут. О встрече сердца долго так мечтала. Парней здесь трое. Три пути. Ты выберешь достойного, я знаю. И с ним по жизни будешь ты идти. Любой твой выбор. Одобряю. Николай. Спасибо. Это тоже мой. Знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Предупреждает, что живет в одной квартире с бывшей женой. Николай встретил любовь всей своей жизни, но не смог найти в себе силы уйти из семьи. В итоге остался один. Надеется, что с Ольгой он сможет забыть все прошлые неудачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Давно мечтал о встрече. Если я не посмотрел нашу передачу, жизнь прошла. АПЛОДИСМЕНТЫ Аккуратно, Анина. Спасибо большое. Спасибо большое. Смотрите нас, пожалуйста, всегда. Всегда. На Валу его похож. Николай, а что так? Почему после развода и с бывшей женой в одной квартире не хватает сил уйти от нее? Вы знаете, у нас очень изумительное отношение. Это ключевое слово, как брат и сестра. Но мы прожили 33 года в браке. Поэтому, вы знаете, я вообще-то семейный мужчина. Коль, смотрите, я видела разные конфигурации растительности на лице. Но чтобы с одной стороны что-то такое было и все, и больше нигде, это вы где такую моду подглядели? Это я. Я, наверное, мечтал, как бы, может быть, сделать татуировку, а не всегда к лицу. И я решил из бороды сделать вот такое. Вы уходили от жены трижды и все время возвращались. Почему? Такая любовь большая. Когда родился очень поздний ребенок, супруга посвятила себя дочери. И я был не востребован вот в мужских таких качествах. То есть я был обстиран, обглажен и сидел как овощ. Но к себе не подпускала? Ну, скажем так, она пришла к дочери и до сих пор у них шейпинг, йога через день. И вы прямо верите, да? Если женщина говорит, что у нее хроническая усталость, но эта усталость распространяется, как правило, только на одного мужчину, на мужа, значит, где-то что-то есть от души. Ну, конечно, может быть, отрицать я это не буду, но я уверен, на 99,9 только ребенок. Вот она с роддома его принесла и больше она его не отпускает. И вот пока она тетешкалась с вашим ребенком, вы имели неосторожность влюбиться. Не просто увлечь, а именно влюбиться глубоко и надолго. Нет, был разговор. Я ей сказал, что это неправильное отношение. Если женщина на первое место ставит кого-то другого или что-то другое, с этим она и останется. Ребенок, он всегда есть ребенок. Но я считаю, мужчина, ну, его нужно побольше хвалить. Не просто так хвалить, а когда он что-то сделал. Собачка выполнила команду, ей конфету дают, у нее записывается все, да? Вот так вот. Вот я говорю, собака Павлова. Нет, просто на мужчину нужно обращать внимание, это естественно, я бы не стала этого смеивать. Мужчина обделили лаской женской. Вы влюбились. Да, и у меня произошел такой вот вариант, и так влюбился, что не в сказке. У меня даже есть стихи написал. Моложе? Моложе была? Ну, у меня как-то любимый возраст на минус 10, относительно моего возраста. Ну, конечно. Нет, не меньше. Меньше нет, не это никак не интересно. Хорошо, Голь, а что вам мешало уйти? Изначально из-за того, что, скажем так, семья идеальная была, я ей сказал, что в первые минуты нашей встречи, что семья не уйду. И очевидно, конечно, наверное, каждая женщина... И в 6 лет вы ей морочили голову, рассказывали, что у вас с женой нет никаких отношений? Она приняла предложение, я говорю, хочешь, будем встречаться? Ну, хорошо, а потом ей захотелось... Да, потом она сказала, говорит, Николай, я хочу устроить свою личную жизнь. Вы сказали нет. И прощаясь, целовались, плакали. Да, да, я ей... Жалейте? Дорогие вещи, браслет на память подарили. Жалейте? Знаете, осталось много еще, что осталось. В общем-то, мы ей похожи по первому браку. И дети, и дочка одинаковая. Он рвался между двумя женщинами, между женой, с которой тогда еще отношения вполне себе были. Алеш, а что такое с выражением лица? Что у нас такое? Ну, я на друга смотрю. Почему он на меня не смотрит, не понимаю. А почему это он должен на вас смотреть? Почему нет? Не он женится-то? Нет, так ему Николай голову оторвет, если он будет вас рассматривать. Два раза. Ну, я же смотрю. А он вам больше, что ли, понравился? Конечно. А Николай вам не нравится? Нет, они оба симпатичных, но как... А что, можно все говорить? Ну, тут помало же. Можно все, даже нужно. Ну, вот, например, у меня татуировка на животе. Но я же никому про это не говорю. Вот. Ну, в общем, к чему? Это я к тому, что Николай, он симпатичный для меня, но как только рот раскрыл, мне кажется, что человек пришел чисто в телевизор. Ну, далеко не ко мне. Да нет, здесь дело в общем. Здесь просто она... Он ей не нравится. Прогласавшаяся. Алексей, а простите, пожалуйста, у нас всякое в программе бывает. У вас девушка есть? На данный момент нет. А вам сколько лет? 35. Вам везет, Ольга, у вас хорошая интуиция. Взрослых женщин любите? Нет. Ну, все. Мне кажется, у Николая стиль как раз Николая Валуева, что-то похожее. Я говорю, внешний даун мне нравится, но... Ну, смотрите, как круто выглядит. Вы действительно круто выглядите. Да. Очень по-молодежному. Да, конечно. Меня тоже напрягло, что живет с бывшей и не может съехать. Ну, у вас дачка есть, да? Ну, конечно. Давайте видео посмотрим. Давай. Потому что все плохо. Люблю компот из смородины. Очень просто. Я вас всех угощу этим компотом. А домик-то ничего. Оль. Попадаст морским вымпелом. Как выбирайте, какой флажочек морской вам нравится больше. Флажочек? А вот с крестиком. А с каким? Синимким или с красненьким? Синимким. Сейчас посмотрим. Вот этот вот сигнал. Не знаю даже. Этот сигнал говорит. Приостановите, девушка, выполнение ваших намерений и наблюдайте за моими сигналами. Пусть мужчина будет ведущим. Конечно. Правильно. Давайте проходите, показывайте сюрприз. Мне нужно переодеться, чтобы показать, зачаровать вас. А мы вас будем ждать. Проходите. Да нет, но она как-то даже на него смотрит. Оль, такой кисляк на лице. Я бы уже просто сбежала от вас. Красавец. Он сбежал от меня. Сам и при усадебной хозяйстве делает все своими руками. Веселый. И вы ему нравились. По нраву, легкий. А в кому он пришел? Он себя продает в телевизор, чтобы к нему пошли невесты. Послушайте, с чего вы взяли? Я не увидела интереса в его глазах. Вы имеете в виду, что понравился Алексей? Алексей, да. Ну да, Алексей очень понравился. Но раз человек меня отшил, то я... Дубль-2 с моей стороны никогда не будет. А зачем вы же его так предлагали тогда себе? Прямо откровенно быстро. Я себе предлагала откровенно быстро. Это ты задала вопрос про возрастное значение. Нет, послушайте, мужчине не надо говорить. Она все... Он считывает всю эту информацию. Я просто ее озвучила, чтобы зрителям было понятно. Олечка, сюрприз готов? Проходите. Оля, я приглашаю отведать мужского борща. Я с удовольствием. Я неделю ничего не делаю. Да. Вот. А когда наступит ночь, я буду петь колыбельные песни тебе, играя на гитаре. Вечером у моря Плещется волна Мы идем с тобой У меня нет слуха, но я с удовольствием в ветер воду петь Ты, любовь моя Мужской борщ Очень вкусно, только он холодный. Но он вкусный. Но мы подогреем, а температура меняется вкус борща. Он будет еще лучше. Спасибо большое. Спасибо, Николай. Спасибо, Алексей. Проходите в свою комнату, а вы к нам, Оль. Спасибо. Какая вы заковыристая. И что, и борщ холодный? Ой, борщ был очень вкусный. Неужели он сам прям приготовил? Конечно. Очень вкусный сладкий борщ. Все, как я люблю. Ну, вообще-то, странная реакция. Но она чистая. Она правдивая. Вы знаете, большая часть мужчин, глупых и незрелых, попросили бы женщину, принеся продукты, приготовить им этот борщ. Сказать, дорогая моя, для тебя сюрприз. Вот сейчас посмотрим, как ты будешь готовить. Приготовь-ка мне это. Это у нас очень практикуется. А этот уже и разделся. И песню спел. И больше приготовил. Я в стихах написал. Любой твой выбор одобряю. Роза. Есть такое в старину, и бабушка мне тоже все время говорила, и вы тоже знаете. Гордыня мужчина. Вот вы, либо гордыня, либо, вот поэтому вы одна. Пока не разберетесь, что к чему, что первое, что второе, так и будет. Да. Это не гордыня, Роза. Это бесчисленное количество марсианских углов. У вас Марс в огненном знаке и в вершине того квадрата. Режете правду матку, вы действительно так думаете. И у меня нет никаких сомнений в этом. Это не только позиция, не только рисовка. Осталось мне Николая прорекламировать для других невест, которые, например, захотят с ним связать свою жизнь. Он человек легкий на подъем. Он человек легкий в общении. История его не совсем адекватно была рассказана, на мой взгляд. Потому что он как настоящий водолеющий еще с Венеры. Водолей любит женский полк. У нее глаз не видит сексапильность. Вы знаете, я вот честно разочарована. Даже если человек не нравится, на вас смотрят другие мужчины. Просто из благодарности. Он не обидел вас ничем. Не ударил, не оскорбил. Просто он вам не понравился. Ну как-то уже в 51 год, Оль, надо себя контролировать. Ну ей нужен мужик со слонами. Встречайте второго жениха. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте. Первую улыбку у вас увидел на лице. А сейчас еще одну. Это для вас. Спасибо. Женщина сама должна быть сладкой. А еще дыня она всегда дает улыбку. А глаза и улыбка это самое красивое в женщине. Так что улыбайтесь, Оля. Спасибо. Александр, 50 лет. Преподаватель фрактальной геометрии и астрофизики в Академии. Любит спорт, рыбалку и активный отдых. Гордится умением ухаживать за женщинами. Предупреждает, что если уходит, то раз и навсегда. Первый брак Александра распался из-за чугунной сковородки. Второй из-за излишней честности. А третий из-за людской зависти. Надеется, что с Ольгой он не расстанется никогда. Александр, ну никак в моем сознании не увязывается фрактальная геометрия, астрофизика и чугунная сковородка. Как это все можно вместе в одну строчку? Нет, ну это в одну строчку никак нельзя, потому что это разные периоды жизни. Сначала была чугунная сковородка, а потом... Рассказывайте. Ну, так вот получается в жизни иногда. Если бы не увернулся, может быть, я тут и не сидел. Это от жены имеется в виду, да? Ну, да, она была... А за что? Она хорошая женщина, конечно, безусловно хорошая, но эмоции иногда... Ревнивая? Да я бы даже не назвал это ревностью, просто эмоциональность. Александр, а как можно жить вот с таким красавцем? Вот вам 50 лет, от вас глаз оторвать невозможно. Вот это синева глаз, цвет лица, рот. От вас уже сейчас нельзя взгляды оторвать. А я представляю, что было в начале вашей супругской жизни. Я был тогда хуй. Опять выражение лица такое же. У нее макияж такой, да? Выражение лица не меняется. Я думаю, что дело не в ревности, просто иногда женщине и мужчине приятны итальянские страсти. Нет, это меня, да, веселило. Очень веселило, мне нравилось. Мне это нравилось. Дочь родилась. Дочь родилась. Она с иронией говорила, что вы оба сумасшедшие, или... Ну, вы знаете... Ну, да, да. Нет, немножко с иронией, конечно, но просто... Ну, мы с ней встречались еще и после развода. Вот встретятся наши глаза. Десять лет где-то. Как вот два робота, вот идем, вот мы в постели, все. Даже уже после... Ну, это называется любовь, просто. Нет, я тебе хочу сказать, я тоже к первому мужу бегала, царство небесное, от всех других мужей. А что сделать? Любовь, страсть, конечно. Ну, вот это да, но к любви это не имеет никакого отношения. Это, по-моему, не любовь, это что-то другое. Ну, это привязанность, конечно, любовь. И когда это закончились, вот эти вот побеги? Ну, надоело мне уже дочка говорит, пап, ну вы сумасшедший. Ну, видишь, мужчина в постель ходит. Сказать тебе, я тоже... Так не знаю, зачем, конечно. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. А пока реклама, оставайтесь с нами. А когда вы влюбились в молодую девушку? Вот что там за история? Ну, это вот я вел курс в финансовой аналитике. Влюбились ученицам своего ученика? Нет, я так как-то сразу не влюбился. Ну, вы знаете, женщины могут, как бы... Конечно. Если бы вы у меня преподавали актерское мастерство или даже политэкономию, и я бы в вас улюбилась в то время. Ну, а что? Ну, это же очевидно. Ну, и закрутилось. А что ты с тобой? Конечно. Закрутилось, но докрутилось до свадьбы. Да. И сколько разницы было в возрасте? А вы женились прямо на ней? На ученике-то? Да, я всегда женюсь. Я всегда женюсь. Ну, так сколько? Ну, редким исключением, но всегда стараюсь жениться. 14 лет. 14 лет. Ну, не катастрофа, не 47? Нет, ну... Ну, все равно чувствовалось разницу в возрасте. А сколько прожили вместе? 7 лет. А как узнали, что она увлеклась каким-то другим молодым человеком? Не скрывала она? Нет, мы не скрывали. Нет, мы уже просто на завершающем этапе нашей семьи уже, да, мы разрешили друг другу как бы отношения... На стороне? Да. Ему бы, наверное... Я-то ей про секс ни слова не сказал, она сразу не приставай. А этот говорит, я гулял, я с молодыми все... И, значит, получается, вы своей ученицей тоже с бывшей женой изменяли? Ну, бегали к жене-то? Нет. Мне 50 лет. И что? И что? У меня... Вы просто путаете разные промежутки времени. Ну, вы как-то... Лежно с женой этой молодой еще была одна жена. Да, там еще одна была. Еще одна. Конечно, и родился еще один ребенок. Да, да. Поэтому... Значит, то изменяли своей первой женой? Ну... Было. Или это не считается вообще как-то? Ну, если ты свою бывшую изменила, это не измена, нет? Ну, жена, она и жена, но она же... Ну, как... Своя. Нет, ну, конечно, я не сторонник этого, безусловно. Нет, ты пришел поговорить о дочке, там, типа, что ей надо колготки купить к Новому году, понимаешь? А тут жена хлопочет на кухню. Вспомнили старое? А это все автоматически. Я не знаю. Каждый в семье решает продолжение отношений как-то по-своему. А вот теперь я хочу сказать, дорогие дамы, если вы ревнуете своих мужей к бывшим, если они слишком часто ходят туда проведать ребенка, знайте, что там ждет, если барышня так и не выскочила замуж за другого, горячий обед. И если она была жена никудышняя, то как только узнается, что появилась другая, включается программа. Не отдам бывшего своего. Вот и все. Поэтому там будут и пироги, и то, что любил, и ласково. Я знаю одно. Если женщина захочет изменить ее, ничего не остановит. А в четверг, кстати, посмотрите нашу праздничную программу, посвященную шестилетию. Или приходите к нам и так запросто. И, пожалуйста, выберите морской сигнал. Посмотрим, что ваше бессознательное нам пытается подсказать. Ну, любой флажок, который понравится из этих. Можете забрать его даже со мной. Ну, вот, наверное, кружочек. Желтый с кружочком? Желтый с кружочком обозначает. Я изменяю свой курс влево. Догадайтесь, да, что это нам говорит. Нет, ну, мне тут одни квадраты, я не люблю квадраты. Углы вот это. Вот мне нравятся, когда овалы. Александр, наверняка приготовили сюрприз. Да. Покажете? Ну, покажу. Проходите. Смотри, на экране про это самое очень импозантное, красивое даже. Что это? Вот такие красавцы водятся у нас. У вас есть такие? Мы сейчас будем их чистить, я поняла, да? На время. Нет, у нас таких не водится. Значит, заигрывай. Так вы знаете, как рыбу почистить быстрее всего? Ну, я знаю, кипятком можно обдать, и вот это все слезет. Только надо ей помочь. Другого способа, я не знаю. Она уже тогда будет подваренная. Чуть-чуть, да. А есть способ лучше, прибить гвоздиком хвост, прибить гвоздиком глаз, взять автомобильную мойку, которой машину моют. Десять секунд, и рыба чистая. Ничего себе. Такое. Да, это же чисто. Давайте. Три, четыре. И поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, подождите. Нет. Вот, за чисто. Нет. Ажабры. Самое главное... Так голову не отрезают? Нет, это неправильно. А-а-а. Она голову не отрезает. А можно я объясню? Самое вкусное в рыбе – это голова. Поэтому я никогда ее не отрезаю, я просто убираю жабры. Холоднокровная женщина. Ну-да. Холоднокровная. Спасибо, дорогая. Вы в равных условиях были, и победителя здесь нет. Вы молодцы. Отлично. Проходите, Александр. Проходите, Ольга. А-а-а. Ну что, дорогая Ольга, а Александр чем плох? Ну, Александр получше, чем предыдущий. Ну, сначала вроде не очень, но когда там рыба, во-первых, я так люблю рыбу больше, чем мясо. Ну, и он еще склонен к обучению, например, вот он со мной спорить не стал, что нужно жабры убирать. Склонен к обучению чего? Ну, вот, допустим, на предмете рыбы. Да. А какая разница? Но Ольга сказала, что она более правильно почистила и вскрыла ее. То есть он готов прислушиваться? Нет, не так. Дело в том, что голова очень вкусная, и не надо выкидывать. И вот этот мужчина, он еще, я думаю, что он подчинится и будет кушать эту голову так, как я ему приготовлю ее я. А если он не любит голову, все равно он должен ее есть? Ничего привыкнет. Я когда-то лук жареный не любила. Все равно будет есть, да. Будет. Я ее так приготовлю, что он будет. Я не смогу с ней. У нее столько комплексов каких-то вот непонятных. Я не могу понять, что за комплексы и откуда они. Скажите, а вы к детям своим тоже вот так же? У меня была свекровь одна, которая говорила, очень вкусно и полезно есть капустный суп на молоке. Это выглядит чудовищно. Есть это невозможно, потому что ты представляешь, что в молоке вареная капуста. Но она и своему, она говорила, нет, футбол не интеллектуальная игра, нужно играть в волейбол. И когда они с пацанами видели, что идет мать, они брали мячик в испуге и начинали играть в волейбол. Понимаете, это ужасно, что вы говорите. Это ужасно. Нет, она мне не нравится. Ну, в принципе, понравился. Можете представить себе жизнь рядом с ним? Он свободолюбивый, больный. Он будет до конца жизни смотреть на других женщин. Да, если ему не будет чего-то доставать в семье, найдется та, которая ему это додаст. Ну, она так симпатична, все, ну, такая какая-то внутри жесткость как. Нет, это не мой человек. Он любит женщин, которые держат мужчину в напряжении. Ему не нужно, чтобы отношения были полностью расслабленными, потому что там все на плутон завязано. Он любитель страстей. И вот то, что первый его брак, это нам показал с очевидностью, понятно. Но и гороскоп нам это подтверждает. Женщина должна его держать, правда, не в постоянном таком бытовом напряжении, а скорее в статическом. Ну, в какой-то степени, да. Оль, ну у нас еще есть один мужчина. Вы не печальтесь. Просто проходите. Знакомьтесь с ним. Здравствуйте, прелестная Ольга. Рад нашей встрече. Надеюсь, что мы найдем общую точку соприкосновения. Я хочу вам привезти маленький подарок. Павел Пушкина. Спасибо. Спасибо. Проходите. Это классно. Магомед. 56 лет. В прошлом строитель, сейчас на пенсии. Гордится тем, что его дочь сама поступила в институт. Мечтает переехать жить в сельскую местность. Предупреждает, что не любит домашних животных. За 30 лет брака трижды разводился с женой. Окончательную точку в отношениях поставила мимолетная связь с другой женщиной. Надеется, что с Ольгой он никогда не посмотрит на сторону. Магомед, а что за страсти кипели с вашей бывшей женой? Вы то сходили с ней, то расходились. Вы знаете, темперамент разный, энергетика. А дочка связывала. Первый момент, когда я встречал жену и дочку с родительного дома, я получил ребенка и отошел в сторону. И мне было интересно, я думал, что ребенок спит. Я открываю конвертик вот этот самый, одеяло завернутый. А там такие большие круглые карие глаза смотрят на меня. Ну, как будто я в зеркало посмотрел. Магомед, ну, через сколько лет все-таки вы развелись? Вы знаете, мы в первом браке недолго жили. Где-то после рождения дочери, через два года примерно развелись. Мы хотели улучшить лишние условия. И этот брак у нас, развод был несколько эффективным. А женились на второй женщине? На другой? Нет, второй брак тоже был с ней. А вот уже третий, вот после второго развода, я уже это самое, прожил с другой женщиной. Пока не увидели однажды ее пьяный? Да. А Магомед, когда вы узнали, что вы серьезно больная, вы были вот как раз в браке, да, с этой второй женщиной? Нет, я был в браке с первой, с матерью моей, единственной дочерью. Вы к ней вернулись, да? Да. Она вас приняла? Ну, странно, конечно, какой-то немножко. Вот перед вами, видите, вот сидит вот такая девушка, которая первая, говорит, доступ к телу будет либо запрещен, либо ограничен. Ей нужно войти в доверие к мужчине, и тогда она будет такая, страсть разбудится, что не удержать. Посмотрите у нее, какая энергия. Просто она скована, ее затолкали мышчине. Впечатление горячего молотца-то не производит? Ну, в пику, может, там молча тихо, как магнит приклеится. Естественно, непонятный человек. А у вас море есть, вы где живете-то? Вот я, море какое? Ну, море, сейчас я живу, море, это самое, Финский залив. А это вы из Санкт-Петербурга, да? Да, а дома Каспийское море. Вы снимаете там или у вас... Нет, я это сам. Мы пока живем, к сожалению, с дочкой и бывшей. Дочка скоро должна выехать в квартиру свою. Там ремонт заканчивается. А что там? А то есть вы с дочкой живете, да? Да. И с супругой бывшей? Да. И с бывшей супругой? Ну и что это? С себе заберете. Ну, ремонт умеете делать? Да. Плитку, плаву, строитель. Нет, ну дело в том, что все мужчины, все женаты, он профессиональный... Нет, он профессиональный строитель. С неженатыми дочерми все. С одной дочкой. Слушайте, у вас трое сыновей, вот пусть они вам ремонт и делают. У меня сыновья прикроенные. И со мной они живут в 18 лет. Почему бы им, любимой маме, не сделать ремонт? Почему бы возлагать это на мужчину? А что бы третьего не скинули с плеча? Так, наоборот, третий-то самый у меня... Лучший, потому что помогает вам. Да, помогает. А тех сбросили, потому что не помогают. Нет, они все в 18 лет все разъехались. Ну что поделаешь, ведь этот жесткий характер, это же ведь ее проблема, а не наша. Покажете сюрприз? Да. Да, перед этим подав нам сигнал все-таки. Какое из флажков вам нравится? Я смотрел по экрану, вот это флажок красный. Прямо красный? Да, с кончиками, как вот здесь. Посмотрим. Я имею на борту опасный груз, говорит этот флажок. То есть что-то в жизни есть с точки зрения отягощения. А что, пока жена буксиром с дочкой. Да, но мы зато знаем уже что, уже не так страшно. Да. Сюрприз приготовили? Да, но у меня сюрприз, он такой, я буду петь свою песенку. Ой, как хорошо, хорошо, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Воды арыка бегут, как живые, Белевая, сжурча и звеня. Возле арыка, я помню впервые, Глянули эти глаза на меня. Мне, наверное, все-таки надо было спеть. Только у любимых могут быть такие Необъекновения глаза. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, спасибо, дорогой мой. Проходите в свою комнату. Улечка, извините, ничего положительного сказать не могу. Почему? Другой менталитет. Опять он связан какими-то там женами, дочерьми. Мне кажется, что она кичливая. Вот. И капризная. А вы себе сколько намерили вообще бабьего века? А все, вы последняя надежда. Я больше даже не буду ничего. Так не мы последняя надежда. Мы наоборот, вон, троих вам каких-то мужчин. А вы все это сами себя и под, сука, рубите. Ну, у каждого же свое мнение. У вас свое мнение, у меня свое. Я сдерживаюсь как могу, но не мое, не то, не нравится. Таких у меня на пляже миллионы. Ну, если она придет, зайдет ко мне, я, конечно, не смогу отказаться такой женщине. Роза, а тебе Магомед близок? Хороший мужчина. Найдет достойную женщину, без жены он не останется. Да, согласен. А вы вот все ходите и ищите. Ну, я не понимаю. Женился на балерине, пять лет с ней прожил, была любовь и страсть. Но чего-то у нее, что-то ее гложет, что-то она застряла в прошлом. Какие-то страхи у нее личные. Дорогая моя, вам не с кем посоветоваться, поэтому мысли вслух. Честно я вам хочу сказать, редкие вот такие возрастные программы, и чтобы были такие мужики, как первый Николай и второй Александр. Ну, Александр и я просто молчу. Он должен быть в качестве жениха, здесь сидеть, чтобы за него боролись. Я согласна. Да, накурали, если что-то в своей жизни, ну и вы тоже не девочка. Ну да. Поэтому давайте уже так как-то немножечко глаза раскроем. Сыновей вырастили, вы теперь свободны, вы ничья, и ваше сердце. И потом, послушайте, вы были жандармом, когда нужно было пацанов держать. Сейчас можете себя уже отпустить и стать снова женщиной. Не получается. А вот, между прочим, Александр и Николай сделают так, что у вас получится. Скажут, расслабься, Алеш. Ну, чего ты все на себя тащишь-то? Расслабься, ты нежная, хорошая. Я тебе, я не понимаю этого человека. Если вы сегодня уйдете одна без Николая или Александра, я буду считать, что вы просто глупая 50-летняя тетя. Хорошо. Классные мужики, классные, поверьте мне. И будет про что жить, и о чем разговаривать, и о красавце какие. Или что, или вот прям совсем никак, лучше одной. Ну, вообще за 20 минут, ну, невозможно узнать человека, пока никак. А интуиция? Телефон могу оставить обоим. А интуиция? Не понравились. Ой, ну так нравится. Ни с другим себя не вижу. И физически даже не тянет. А физически вообще никак. Ну-то вам не нравится тогда, и что говорить. Руслан, нам больше достанется. Да. Вот знаете, прямо к тему нашей программы. Для вас действует один принцип. Спаси неутопающих, делай рук самих утопающих. Знаете, говорится, нравится, не нравится ты, моя красавица, а брать надо. Глазки закрыли, и вперед и с песнями. Ой, роза, ну. Вот я, знаете, сейчас жесткую такую вещь скажу, ну, просто она очевидна. Вот когда я вижу, как по коридору Останкина бежит артистка нашего возраста. Кожаные какие-то брючки, рюкзачок сзади, молодежная прическа. А все знают, сколько лет, и все знают, что одиноко. Но глазки как будто бы горят, и ей кажется, что она все та же. 27-летняя звезда, но не та же. Ну, давайте все-таки третью страницу паспорта иногда открывать. И смотреть на дату своего рождения. Поэтому как-то, мне кажется, нужно уже пыл поумерить. Быть в своих капризах поскромнее. Потому что, когда молодая здесь сидит, и что-то из себя изображает, думаешь, ну, еще жизнь не била. Подожди. Но еще может, понимаете? Вот это не так, это не так. А вот уже, когда 50 с лишним, то нужно хотя бы немножечко возже отпустить. Ну, я должна сказать с сожалением, что и вы тоже не очень подходите ни одному из сегодняшних мужчин, кроме Магомеда Расула. То есть я не хочу сказать, что вы должны выбрать его. Его история, ну, скажем так, не вызывает большого доверия к нему, как к серьезному мужчине. Но, тем не менее, он бы вас выбрал при прочих равных. Еще бы. А вот и Александр, и Николай сделали бы выбор не в вашу пользу. Поэтому я боюсь, что заходить к ним можно, но тогда заходите без больших ожиданий, для того, чтобы потом самой не печалиться и не разбивать сердце. Пока вы еще немножко подумаете, я хочу рассказать о том, что делать с подросшими детьми в октябре месяце. Подросшие – это с годика? Подросшие – нет. Это уже после подросткового возраста. То есть те дети, которые уже сами себя перестают считать детьми, ровно с 3-4 октября могут полезть просто наверх все дефекты воспитания. Дорогие родители, будьте готовы с ними столкнуться лицом к лицу. Правда, это не время выяснять отношения. Лучше промолчать до 25 октября, а выяснять все уже именно после этого. Если вы не в силах сдержаться, постарайтесь быть максимально мягкими и конкретными, потому что это время может серьезно поссорить. Олечка, вот у нас есть три жениха и есть комната, где вас никто не ждет. Но не надоела ли вам такая пустая комната в этой жизни? Поэтому проходите, мы в любом случае вас поддержим. Наши будущие герои ждут ваших откликов. Отправляйте смс с именем героя на номер 4151. Елена, 51 год, номер 3495. Фитнес-тренер, тренируется по 2 часа в день и встает в 5 утра. Гордится тем, что следит за собой, вкусно готовит и регулярно поддерживает чистоту в доме. Мечтает встретить мужчину от 35 до 45 лет без вредных привычек. Марина, 24 года, номер 3496. Следователь в полиции. Поет на сцене с 8 лет и гордится своим голосом. Не терпит грубиянов и неформалов. Мечтает по-настоящему влюбиться. Познакомиться с порядочным мужчиной. Мы не знаем, выйдет Ольга одна или со сбранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать ее. Сегодня у нас нет пары. Если вы тоже одиноки, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся. Она меня просто обманывала и шантажировала. После этого мы с ней расстались. Мамочка, бабочка, простите меня, пожалуйста. Вот сейчас я и сижу и думаю, вот как мне себя вести. Вы умрете под каким-нибудь женихом, а нам тут отвечай. Я и не стремлюсь быть вашей дочерью, тоже, знаете, боже, упустить. На сегодняшний день вы, конечно, проблемы. Я смотрю тебе в лицо, но тебя не вижу, и порой даже не слышу. Кого? Когда она? Кого она встретит? Своего кого? Дистрофика? Я уйду, и все покаю вновь по городам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова